К другим темам. Войсковая часть 68-303 Национальной гвардии Республики Казахстан была переформирована в спасательный батальон и передислоцирована в город Семей. Цель – полномасштабная реализация мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и спасению граждан во время стихийных бедствий в Восточно-Казахстанской области. Военные спасатели, передислоцированные в наш город по приказу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, размещены на базе войсковой части 55-11. В связи с этим была организована торжественная церемония встречи военнослужащих, прибывших из южного региона страны. В ней принимали участие командующие региональным командованием ШГС Национальной гвардии Республики Казахстан, представители городского акимата, управления ПЧС, а также ветераны Национальной гвардии. В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов и спасатели узнали о задачах, поставленных перед новым подразделением. Всего в семей для прохождения службы прибыло порядка 200 военнослужащих и более 20 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, водовозы, экскаваторы, грузовики марки КАМАЗ, специализированные легковые машины и автобусы. По информации сотрудников департамента, в скором времени новой войсковой части будет предоставлено еще 6 транспортных средств и инженерное оборудование из Государственного комитета по материальному резерву. Кроме того, планируется закуп дополнительного спасательного оборудования. Также ожидается расширение штата, то есть на контрактную службу будут привлечены от 70 до 80 гражданских лиц из числа местного и сельского населения. Для того, чтобы наиболее эффективно использовать личный состав, было принято именно решение Восточно-Казахстанской области. Почему семей? Город семей находится в центре, скажем так, регионального командования ШГС, национальной гвардии. Отсюда примерно одинаковое расстояние, что до Павлодара, Курчатов, с этой стороны Усть-Каменогорск, Шуак и другие регионы. Анализ показывает, что в прошлые годы территория Восточно-Казахстанской области, а также Павлодарской области требует несколько оказаний помощи нашим личным составам, населению при возникновении ситуации природного характера, таких как паводки, позапрошлый год, вы знаете, обильное выпадение осадков в виде снега и так далее. Каждый военнослужащий обязан быть достойным, честным, выносливым, чтить свою родину, службу.